Друзья, всем привет! У нас сегодня на встрече в нашем реактор-спейсе Илья Колесников, сооснователь диджитал-агентства Clever Lab, как написано у него на груди. Илья является нашим резидентом достаточно давно, он также зашел в дополнение Reactor X, и пришло его время отвечать на мои вопросы. Илья, я рад тебя видеть в этом пространстве, где ты уже был не один раз, и хотел бы тебе первый задать вопрос, как же тебя занесло в эту нишу бизнеса, с чего начинался твой путь предпринимателя в рамках диджитал? Ну, всем привет! В сфере диджитал я с 2010 года, в общем, нахожусь, работал в найме программистом, ну и как-то перерос к 2015 году уже найм и решил, что пора открывать свое дело. Мы запартнерились с моим коллегой, с которым до сих пор делаем бизнес, с Александром. Они занимались направлением маркетинга, я занимался направлением разработки, внедрения CRM и так далее. И вот мы решили, что мы, в нашем случае 1 плюс 1 равно 11, что мы друг друга усилим. И объединили усилия, начали строить компанию. И до сих пор это делаем, растем вместе и рады и счастливы, что есть друг у друга. Откуда родилось название? Название, с названием еще очень интересная история. У меня, я когда открывал свою компанию по внедрению CRM, она называлась Clever Solutions, а у ребятов было Clever Lab. И мы даже объединились, мы пришли друг к другу даже с одинаковыми практически названиями. Мы сначала хотели сделать группу компании Clever, но как-то вот Clever Lab симпатичнее в плане логотипа. Ну, Clever это в плане от того самого счастливого лиска, четырехлистника. Здесь такая игра слов, Clever это и умный, Clever это и удача, и в нашем случае это еще и воронка продаж. Если посмотреть, да. Сижу и думаю, что это такое. Класс, интересно. Скажи, пожалуйста, кто сейчас ваши клиенты, с кем вы работаете, какими проектами, может, вы особо гордитесь? Сейчас наши клиенты это разные федеральные компании, некоторые региональные компании. Мы работаем с застройщиками, у нас много кейсов, там, компания MSK, компания Development UG, куча других застройщиков, там, наших региональных и федеральных также. Работаем с автодилерами, то есть BMW, Armada, сработали с Key, с Artex, работали с Subaru. Ну, много у нас автодилеров, много компаний, кто занимается торговлей, много промышленников, в сельскохозяйственной нише тоже мы имеем большой опыт. Ну, причем, наверное, сложно сейчас придумать сферу, с которой мы не работали или не работаем сейчас. Ну, может быть, более мелкий бизнес, это сейчас такие среднекрупные, говоришь в нашем понимании, а такие ребята, которые бывшие, самозанятые, решили начать свое дело. Ну, есть, естественно, есть у нас все такие клиенты разные. У нас там больше 300 сейчас выполненных проектов. Вот, все их можно посмотреть на нашем сайте. Когда я говорю цифру 300, это не что-то взятое с потолка, а каждый клиент есть у нас на сайте, можно зайти, посмотреть, посмотреть, что мы делали, какие услуги для этих компаний. Слушай, да, это открытость подкупает. Сформули, может быть, какой-то самый такой яркий проект, который тебе больше всего заполнился, либо где вот прям вы попали в какой-то нужный момент, это нужное место и прямо остальное. Ну, тяжело сказать, тяжело выделить кого-то, это раз, а два, все-таки, если маркетолог куда-то попал и прям стрельнул, это скорее удача, а не система. Мы все-таки за цифры, за аналитику, за выстраивание системного маркетинга и системных продаж через интернет. Поэтому кого-то выделить очень тяжело, ну, успехи были разные, и лиды по 10 рублей, и там зарабатывали там миллиарды, всякое, всякое бывало. У кого-то, в общем, пробегала эта золотая антилоба, да, из-под копейки, которые сыпали лиды по 10 рублей. Конечно, конечно, да. Здорово. Скажи, пожалуйста, как сейчас дальше в нынешней ситуации выстраивать отношения с клиентами, где сейчас продавцы обитают, где трафик, куда смещаете свой фокус внимания? Те, кто сидел на Инстаграме, на Фейсбуке, то есть на социальных сетях, которые сейчас, с которыми сейчас есть определенные сложности для рекламы именно, переориентируются на доступные инструменты, то есть ВКонтакте, Одноклассники, на Телеграм. Те, кто занимался продвижением в поисковиках, где сейчас полностью перешли в Яндекс, аукцион немножко перегрет везде, но в целом получается, по крайней мере у нас, давать еще стабильнее результат нашим клиентам. Кто, мы, часть, конечно, клиентов мы потеряли, кто на Инстаграме, на Фейсбуке сидел, но основной костяк наших клиентов остался, мы переориентировали их рекламу в другие источники, ну и сейчас, в общем, нормально получается работать и получать клиентов из доступных источников. Скажи, а какие сейчас, может быть, не совсем очевидные площадки, либо хорошо забытые старые, сейчас оказались в топе рейтингов по насыщению рекламным бюджетом? Ну, сейчас из экзотики какой-то, в лидеры выбился Яндекс Дзен, никто не рассматривал это как площадку рекламную, но сейчас многие туда уже бюджеты льют, ну а так все, мы пришли к нашим забытым ВКонтакте, Одноклассникам, где мы в 2015 году еще нормально работали, потом ушли в прогрессивные, так сказать, соцсети, ну и сейчас вернулись туда и пытаемся разбираться с их доисторическими алгоритмами, как есть. В общем, живые люди там остались, да? Ну, в принципе, работает, то есть у нас там у, наверное, половины уже клиентов есть хорошие стабильные результаты из ВК, ну, из Май Таркета. И не могу тебе не задать вопрос, который волнует меня как основателя клуба, какое у тебя впечатление о нахожении в клубах, ты там имеешь опыт и насмотренных с разных клубов, я сейчас не говорю конкретно там про реактор, либо про какой-то другой, а в целом пользу сообщества для тебя лично, для бизнеса? Ну, наверное, основная польза, которую я вижу от бизнеса обществ, это некий такой, как бы так сформулировать. Говори, как тебе есть на рабочем-крестьянском. Ну, тебе, ты не можешь расслабляться, то есть если ты занимаешься долго своим делом, смотришь внутрь своего бизнеса, то уже все это превращается в рутину, а когда ты общаешься с предпринимателями, получаешь информацию о том, что кто-то внедрил какие-то новые инструменты, какие-то новые фишки, и ты постоянно тоже пытаешься придумать, что еще можно внедрить, что еще можно, какие направления новые можно проработать и так далее. У нас есть иксы, когда мы чуть-чуть плотнее общаемся, тут вообще, когда мы разбираем бизнесы друг друга, постоянно появляются, вот мы там каждую среду нарезаются какие-то новые задачи, мы что-то новое внедряем. Аудируем процессы продажи, пересобираем воронки, хотя нам казалось, что мы в этом специалисты и понимаем, но когда с предпринимателями другими разбираешь свой бизнес, естественно, находится много дыр, которые надо латать. И это, конечно... Взгляды со стороны, они все же очень полезны, и когда это тем более взгляды людей, которые не относятся напрямую к бизнесу, у которых там совсем другая картинка перед глазами, и нет этой зашоренности именно, в которой ты живешь ежедневно, конечно, да, открываются такие порой неочевидные вещи, применив которые можно там какой-то... Ну, это неизбежно ведет к росту, в любом случае, может быть, даже не к росту, там, местами к экономии, но в целом к росту дохода, что, наверное, да, всех предпринимателей. А самое главное, да. Спасибо большое, Илья, я рад, что ты в комьюнити, до новых встреч, друзья.